Запах уже отсюда, запах воняет. Вот заходит, прям чувствуете, уже запах воняет. Это зима. Наконец-то здесь подъезд. Подъезд, по-моему, довольно не ремонтировали. Вот это квартира, да? Да. Вот забили они на жопу. Какой здесь запах? Запах вообще не выносимый. Как здесь видишь? Здесь тараканы бежали, по стенкам прям ловили. Клопы там просто. Мусора просто под потолок. По-моему, там пахнет. По-моему, везде в квартирах просто уют. По-моему, разложившийся труп там. Ну, там наверно. Разложившийся труп, возможно. Там вообще неизвестно, что. Трупный запах, крупный. Там никто не лазил. Вот я набрал номер, который указан на вот этой бумажке. На опечатанной двери стоять невозможно. Никто не отвечает. Круглые сутки вонь. У людей закончился рабочий день. Никто не поднимает трубку. Вонь такая, что просто невозможно дышать. Даже на улице вот уже мы стояли. Это просто невозможно. Жипель 2-го этажа. У дома несанкционируется в балку. Идет ужасный запах. То есть там мухи, клопы, тараканы. Там все на свете. Животные. Уже кто-то умер. Собаки, кошки. А вы куда обращались? Есть какая-то реакция? Нет. Реакций никаких, конечно же, нет. Вообще ничего. Ни от кого ничего нет. Ни от полиции. Ни от администрации района. То есть никто не приходит? Приходили, приходили. Приходили. Буквально сейчас вот проходили все их родственники. Посмотрели на окна. Сказали, что тоже борются. Через суды ничего сделать не могут с ним. Общаться не общаются они. Вон у меня младший сын катается. Вот таких карапузов у нас 8 человек в подъезде. Это же какой гадость его. Не только взрослые, а вот мы идем дышим. Да, конечно. Вообще просто жесть. У кого то малофольные, еще прямо рвотные рефлексы. У меня очень запах. Очень запах сильный. Спасибо. И главное, ты концов не найдешь. Звонишь и дежурному прокурору по съемке. Не туда и сюда. А вы к участковому. Я говорю, слышь, Юрий Юрьевич. Он раз такой сразу. Ну мне сказали, имя отчество дежурного прокурора. Я говорю, вашего участкового самого надо охранять. Почему? Они меняются постоянно, да? Не петь, не рисовать его. Ну вот такой вот ботаник просто. Такой участковый, да? Да, такой участковый. А еще это вот вы должны приехать были. Мне же она сказала просто, что раз плотники приходили, до этого. Крутанулись и ушли. И ушли. Говорят, что кто-то дяденька какой-то будет. Пришли, дверь на место поставили. Это щели нет. Никакая вонь. Еще хуже было, да? Да вы что это? Это же просто невозможно. Я говорю, это прям, но 16 лет вот бабушка говорит снизу. 16 человек носил вот это все сюда. Ну представьте, что там. Так он еще на Алешку еще и там отвертки откинулся, как говорится. Потом их в Кировскую отвезли милицию. Потом полицию. Потом отпустили. Потом вот это вот. Сначала надо было со стороны. Снять МЧС. То есть это комитет. Они ехали сюда. Ну как сказать. Наверное часа два с половиной. То есть могли бы взорвать. Он мог взорвать. Он же угрожал взорвать и газ запустил, да? Да. А там драйвило газ. Ага. И еще и канистра с бензином стояла. Вот так даже? Да. И тишина. И никому дела до этого нет. Ужас. Вот в чем дело. Это не жутки. Это вот так только осознаешь. Основная масса населения. Живем скромно. Бах. Мне кажется, люди с психическим заболеванием вообще в газовых газоцированных домах не должны жить. Это страшно. Ну если двухэтажка на следующий день показывают, всем квартир вынесло и нельзя жить. Это сколько людей горя принесло? Где мы будем жить? В палатках? Как мне сказала администрация, подали иск в суд принудить его вынести весь этот мусор в добровольческом порядке. То есть статья там какая-то есть о ненадлежащем содержании жилого помещения своего. Они подавали совсем по-другому. Сегодня разговаривали с администрацией. Они подали исковое заявление, что они не могут проникнуть в квартиру. Чтобы попасть в квартиру. Потому что я им сказала, пройдет суд и попадете в квартиру, у нас ситуация не изменится. То есть запах как стоял, так он и будет стоять. Мы с жалобой обратились в ЖКХ. Подписали все соседи. Сколько это длится уже? Алексей, сколько это длится уже? Я в администрацию ходил где-то в ноябре 2018 года. Вообще этот запах 16 лет стоит. Сколько лет? И вы не боролись с этим? А мы просто новые жильцы в ипотеке здесь. Да вы что? Нам сказали, что это бывший медицинер. Связываться с ними не будет. Квартиру он как-то получил от бомжей, как я поняла, за бутылку. Что хотите, то и делайте. Он собственник, ничего сделать не может. То есть по сути он может являться даже черным риелтором, грубо говоря, да? Наверное, да. В свое время может являться таким. Да. У него несколько жил в площади. Даже так, да? И человек сошел с ума. И вот сейчас в таком состоянии. Вот такое, да? Это родственники его даже становятся. Что там типа даже родной отец не смог к ним жить, его это, ну уехал от него. Да вы что? Вот если бы поселить администрацию или вот кто говорит, как бы они себя вот так почувствовали, как бы они реагировали. Я думаю, очень быстро бы вопрос решался. За один день, за два. Там даже нарыганно было. Сегодня видать услышали, что вы приедете сюда. Участковый был. Вымали подъезд, там все зарыганно было, потому что невозможно зайти. Забили дверь, опечатали ее. Позади нас находится квартира на втором этаже с разбитыми окнами. Разбитые окна почему? Потому что он грозился взорвать дом газом. Дом газовый. Разбили окна, чтобы попасть к нему в квартиру. Человек находится в неадекватном состоянии. По сути, он хотел взорвать дом. Взорвать, хотел, да. Квартиру свою. Из балкона. Демнадцатый. А то, что до этого обращались в администрацию с жалобой, в ЖКТ обращались и никто не обращал внимание. Никто не реагировал. Никто не реагировал. Мы все напуганы вот этим им поступком, которые он сказал взорвать дом. И если он взорвет дом, как оставаться жить? У меня маленькая внучка, старенькая бабушка. И куда мы пойдем? Вот куда пойдем? Я многодетный отец тоже. Мы живем как на параховой бочке. Вот, ну, даже там чисто в прямом смысле дом газофицированный. Что он там делает по ночам? Ну, неизвестно. Вся квартира завалена, мусором. То есть его сейчас отпустят просто-напросто. И придет просто и взорвет. Одним днем это все произойдет. Ему терять будет нечего. А нам тут будет что терять. Ладно, я уже свое жила. Мне вот эти ребятишки жалко просто. Чем они дышат? Ребятишки, чем дышат? Начнем растет. Уважаемый глава города Сергей Еремин. Прошу вас о помощи решить этот вопрос с квартирой. Мы живем хоть не в центре города, но на окраине города. Тоже это район, хороший район. То есть у нас здесь также есть и деревья, и детские площадки. И дети у каждого здесь есть и внуки. И живут здесь также люди и обеспеченные. И в среднем доставке. Мы не какие-то не бичи, не алкаши. Не ходим по помойкам, не собираемся. И не хотим также, чтобы с нами жил такой человек неуравновешенный. То есть от него здесь вонь. Приедете, вот сами просто осмотрите эту ситуацию. Зайдите в подъезд. Вы даже на первый этаж не зайдете. И вы тут как бы это сразу выйдете. Поэтому просим, пожалуйста, вашей помощи. Вы знаете, такое ощущение, что пока гром не грянет, наши чиновники ничего не слышат. Пока где-то не взорвут. Вот здесь такая ситуация, что угроза взрыва существовала. Тогда только среагировали службы. А так, получается, на просьбы жителей приехать и обратить внимание на этого человека, который сюда таскает мусор, где живут куча кошек. Там собаки, грязь, запахи у власти просто не было. Это просто безобразие. Вы знаете, между тем, сегодня пришли, просто заколотили дверь на длинные гвозди и опечатали ее. А в квартире там как минимум четыре кошки и одна собака. А собака вчера скулила так, как будто она уже все уходит на покой. И вонь еще стала еще больше сильнее. Такое ощущение, как будто она там уже умерла. Хозяин в психбольнице и неизвестно, когда он вообще позаботится о своих животных, домашних животных. Уважаемые жильцы, если участковый не смог прийти, хотя обещал, я предлагаю пройти к нему все-таки и поговорить с ним там на месте. О, нет. Угу. Семь часов, слезно обещал. Так, ну а вот вы сами-то почему не могли там навести порядок, скажем, своими руками все-таки воздействовать на это? Если мы сами туда зашли бы, так как все вот нормальные люди, вытащить этот мусор все, найдется надо сразу до утра. У нас посадят за это, за проникновение в жилую площадь. Как можно жить в таком запахе просто с такими соседями? Ну за то, что, а в этом, получается, уезжаешь на работу, ты знаешь, приедешь к детям или без детей уже будешь. Хотим здесь у вас купить типа сосисок, что-нибудь есть. Пожалуйста. Потому что там проблемы, животные попали в неприятную ситуацию. В смысле? Ну там какой-то человек психован, его увезли. Здесь? Да, вот там. В этом, да? И нам у него куча кошечек живет. Ой, я все поняла бы. Каково там с животным? Четыре, говорит, кошечки там. Ну я слышала, но я не слышала. А и собака, которая голодная. Вот мы хотим что-нибудь купить. Ну хорошо, что хотите. В любом случае сейчас мы попробуем спасти этих животных, которые оказались там в запертке уже неделю. И вроде как бы собака, говорят, умерла. Потому что сегодня приехали участковые или кто-то там, заколотили дверь. Да, да, проходи. Мешаю, да, маленькая? А у вас нету? О, бал. Это мы хотели съесть животных, кошек. Особенно собаку пытались вытащить. Она на контакт не идет, абсолютно. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok